Всем привет, с вами Артём Воронин, добро пожаловать на просмотр очередного предновогоднего видео. На моём канале сложилась такая небольшая традиция, которая заключается в том, что каждое 31 декабря на моём канале я опубликовываю видео, в котором я вас, собственно, и поздравляю. Так было в 2014-2015 году, и этот год тоже не будет исключением, но я решил в этот раз поступить немного по-другому, и в этом году, и также в будущем. Я буду не просто вас поздравлять, я буду подводить итоги по прошедшему году, но речь тут будет идти о канале, то есть, подводя итоги, я буду вспоминать, что в этом году с моим каналом важного такого случилось, какие события важные произошли, и также буду составлять рейтинг самых популярных роликов моего канала. Конечно, мой канал отнюдь не топовый, и, конечно, в масштабе ютуба, то те просмотры, которые есть на моих роликах, это мелочь, но в масштабе моего канала это очень прилично, и поэтому в рейтинге топовых видео будут, конечно, всё равно ролики, на которых есть достаточно большое количество просмотров, пусть не во всём ютубе, но на фоне хотя бы других моих видео на моём канале. Всем приятного просмотра! Если хорошенечко вспомнить всё то, что было в этом году, то напрашивается такой вывод, что 2016 год был довольно-таки важным периодом в истории моего канала. Дело в том, что именно в этом году, если быть более конкретным, то осенью случилось два события, которых, если честно, я совсем не ожидал. Во-первых, количество подписчиков моего канала перевалило за 1000 человек, а во-вторых, за довольно-таки небольшой промежуток времени оно увеличилось до 2000 человек, и на данный момент составляет в моём канале 2600 подписчиков. Я об этом уже на самом деле говорил, и говорил неоднократно, я не просто не планировал даже, что у меня будет 1000 подписчиков, я 3-4 года назад, ну, даже 4 года назад, совсем недавно, я вообще не думал, что у меня будет канал на ютубе, я буду делать для этого видеохостинга видео, и у меня будет такая аудитория, и, конечно, на каком уровне мой канал находится сейчас, для меня это очень-очень приятно. Вот, конечно, я уже к этому привык, но, тем не менее, вот, всё равно, даже сейчас некий валовый эффект, который, конечно, был в сентябре, когда только-только 1000 подписчиков появилось, он до сих пор во мне где-то присутствует. Кстати, сейчас эта волна популярности немножечко спала. Почему? Я, наверное, догадываюсь. Дело в том, что именно вот в сентябре, вот осенью выходили ролики в новом стиле изложения. Это был Ил-86 и обзор на Боинг-77. Про эти два видео мы сегодня обязательно поговорим, когда будем составлять рейтинг топовых роликов. И вот именно благодаря этим видео канал и выстрелил осенью. Сейчас, конечно, подписчики прибавляются не так сильно, как раньше, и это говорит о том, что, чтобы поддерживать уровень, поддерживать ритм, нужно сделать ещё какую-нибудь крутую топовую самоделку, во-первых, масштабную, и, во-вторых, о ней тоже так же хорошо рассказать. Тут, конечно же, я очень сильно постараюсь вас порадовать новогодние праздники новой самоделкой. Я думаю, что, ну, хотя бы для одной постройки можно будет найти время в эти замечательные праздники и что-то интересное смастерить. Если же возвращаться к цифрам и количеству подписчиков, то хочу сказать, что получился такой необычный парадокс. Вроде как бы я и не думал, что у меня будет тысяча подписчиков, но в итоге моих действий, в итоге того, как я подходил к созданию видео, в результате того, что я придумывал, взять тот же, опять же, новость изложения в обзорах на самоделки, в итоге всех этих действий я дошёл до того, чего, в принципе, не ожидал. И теперь давайте ознакомимся с моим рейтингом, который я составил по своим видео. Что же там получилось? Итак, ребят, в моём рейтинге 7 мест, и в него попали только те видео, на которых 8 тысяч просмотров и более. 7 место в топе занимает обзор на набор LEGO 42052 Heavy Lift Helicopter. Он набрал 8 848 просмотров. На самом деле, несмотря на то, что он на 7 месте, да, в моём рейтинге лично получается на последнем месте, всё-таки то, что на нём 8 тысяч просмотров, это вполне неплохой результат, и для меня это было очень неожиданно. Хотя, с другой стороны, это, конечно, приятно, потому что к этому ролику я тоже подошёл всё-таки со стараниями, с усилием. Он тоже хотел, чтобы получился достойный результат, и так действительно и произошло. Я считаю его неплохим, как минимум. И моим друзьям он тоже понравился. Вот, кстати, отзыв одного из них. Приятно, что усилия, которые ты в него вложил, они были проделаны не зря. Идём дальше. На 6 месте расположился обзор на автомат Калашникова AK-74, который набрал 9378 просмотров. Я особо не смотрю количество просмотров под роликами, вышедшими раньше, чем в сентябре, поэтому, когда я недавно читал под ним комментарии новые, и просто открывал страницу с этим видео, у меня было весьма неожиданно, что на нём 9378 просмотров. И честно, меня то, что на нём 9 тысяч просмотров, удивляет даже больше, чем с вертолётом. С вертолётом это было логично, вот почему обзор на автомат столько набрал, я, честно, уже не понимаю. Идём дальше. На 5 месте расположился обзор на самодельный электропоезд R2R, ну, естественно, из конструктора. На нём 17 984 просмотров. Мне кажется, что чем ближе мы будем подбираться к первому месту, тем степень моего удивления будет увеличиваться. На 4 месте держится обзор на Boeing 3-7, на нём 23 416 просмотров. На самом деле, вот обзор на Boeing вполне достойный результат. Тут особо удивляться нечему. Я тоже к нему приложил достаточно большое количество усилий, придумал для него целый сюжет. Если в обзоре на тот же L86 мы просто ходили с вами вокруг самолёта, и я говорил, вот здесь кабина, вот здесь турбина, вот здесь крыло, вот здесь ещё что-нибудь, то в обзоре на Boeing был некий сюжет. Я, будучи корреспондентом, приехал в аэропорт, договорился с пилотами, они мне проходили в кабине, и мы там вообще в Испанию улетели. То есть был реально полноценный сюжет, и через, в процессе вот этого вот путешествия я о том самолёте, который я построил, рассказывал. На 3 месте у нас мартовский обзор на А319, который я набрал 30 392 просмотра. Я ещё когда первый только-только его выложил, ещё вот в том же марте, в том же апреле, и последующие месяцы, после того, как его выложил, мне было очень-очень приятно, и я был тоже приятно, опять же, удивлён. Вот обзор на А319, я, в принципе, примерно понимал, почему такое большое количество просмотров. Всё дело в том, что в русскоязычном сегменте Ютуба до этого обзоров на такие большие самоделки, посвящённые авиационной тематике, таких обзоров не было. Итак, второе место, это реально очень неожиданно, обзор на пассажирский поезд, состоящий из электровоза ЭП-1М и двух вагонов, купейного и плацкартного, набрал 64 850 просмотров. Это, короче, у меня напрашивается уже не самое приличное слово по этому поводу, но это всё только из-за моих эмоций, которые меня реально переполняют, из-за того удивления, которое меня переполняет. Вот это единственное видео в рейтинге, когда я действительно, чёрт возьми, больше всего не понимаю, почему там так много просмотров. Всё равно мне непонятно. Вот честно, непонятно. Ну, как есть, так и есть. Опять же, что я могу сказать? На самом деле тоже вполне достойный результат, но это видео довольно-таки старое, довольно-таки давнейшнее. Настало время объявить победителя текущего года, который просто принёс мне колоссальное количество положительных эмоций, положительных отзывов у моих подписчиков, у моей аудитории. Итак, внимание! Самое популярное видео 2016 года. Лего набора и самоделки, самолёт Ил-86, 233519 просмотров. Это потрясающе, действительно, я не знаю, что тут ещё сказать. Это очень-очень было приятно, неожиданно. Когда я её публиковал, и когда увидел, как на неё много просмотров, это было просто потрясающе. Напоследно хочу сказать такую вещь. Вот я когда оглашал каждого видео, которое занимало то или иное место в рейтинге, я раза три или четыре сказал, что я чертовски удивлён тому, почему оно набрало столько много просмотров. Это удивление исходит только по нескольким причинам. Из-за критического отношения к собственному контенту и, прежде всего, на почве положительных эмоций и просто удивления. То есть, я ничего не хочу сказать, что эти видео, над которыми я удивлялся, они не достойны таких результатов. Отнюдь. Наоборот, то, что там такие просмотры, это приятно, пусть будет, я не возражаю. Если вы не смотрели все эти видео, то рекомендую вам посмотреть. Ссылка на плейлист со всеми этими обзорами будет в описании. Обязательно посмотрите тот же топовое видео про Ил-86. Мне кажется, оно этого заслуживает. Ну что ж, вот такие вот у меня дела с каналом. Надеюсь, найдутся люди, которые порадуются за меня. Может, что-то приятное в комментариях напишут, посмотрим. Я обращаюсь ко всем, кто смотрит это видео. Неважно, подписчик, случайный зритель, который занимается сейчас серфингом в YouTube и случайно набрел на мой видос. Неважно, кто смотрит это видео, но так или иначе. Все, кто смотрит этот ролик, я поздравляю с новым 2017 годом. Желаю вам и честного счастья, здоровья в новом году. Чтобы в 2017 году у вас, наконец-таки, стало меньше проблем. Ваша жизнь наладилась и просто стала еще лучше. Я очень надеюсь, что в жизни зрителей этого ролика произойдет столько же приятных событий, сколько произошло приятных событий с моим каналом в этом 2016 году. Также я всем желаю хорошо провести эти новогодние праздники, чтобы вы пребывали в хорошем настроении. Надеюсь, что в подарок вы получите либо то, о чем так давно мечтали, либо средство, на которое вы сможете приобрести то, что вы так сильно хотели видеть в 2016 год. Надеюсь, что вы достойно Новый год встретите. Ну и также хочу напоследок добавить, надеюсь, что и у меня в будущем году все будет хорошо. Я буду также вас радовать новыми видео, новыми идеями, новыми самоделками, популярными роликами. Мой канал в будущем, в 2017 году, будет также хорошо, а может быть, еще лучше, быстрее развиваться, чем в этом. И, возможно, в новом году топовых видео будет больше. Ладно, все, ребята. Надеюсь, вам это видео понравилось. Это видео повлияет на ваше новогоднее настроение. До скорых встреч в новом 2017 году. Давайте. Всем счастливо.